А не всегда на страже безопасности наших жизней готовы вылететь на поисково-спасательную операцию, тушение лесных пожаров, мониторинг летовой обстановки и на многие другие задания. Словом, туда, куда не добраться ни на одном другом транспорте, речь идет о Наринмарском объединенном авиаотряде. В год 70-летия предприятия сотрудники поисково-спасательной службы и гражданской обороны Ненецкого округа рассказали о совместной с летчиками работе. Зависнуть в открытом море на расстоянии 50 метров от воды, когда береговой линии не видно на расстоянии 300 метров, эту захватывающую историю сродни тем спасательным операциям, которые можно увидеть в кино, нам рассказал ее участник Сергей Воротников, спасатель 2-го класса на службе с 2005 года. При выполнении заданий серии «Невероятно опасно» признается, что немного волновался, ведь выходить в открытое море, когда дома ждет молодая жена и двое детей, довольно рискованное дело. Но спасатель – это не работа, это призвание. Призвание – спасать человеческие жизни. Хотел большое спасибо сказать нашему авиаотряду, что они нам помогают, они великолепные летчики, то есть мы отработали на все 100%, то есть зависело все от них, то есть не от нас, а от них, потому что было волнение на море, постоянно корабли качало, а там, во-первых, на корабле находили шпили и могли постоянно задеть, то есть трос лебедки где-то метров 50, то есть такое качание, то есть командир должен был постоянно лавировать, искать это положение. За подобного рода операциями стоит огромная подготовка. Учеба, как теоретическая в классе, так и практическая с запусканием на сушу или в море, занимает неотъемлемую часть работы как спасателей, так и летчиков. Ведь без тренировки на подобные задания не допустят вовсе. Именно поэтому уже давно между структурами налажена совместная работа в отношении подготовки к подобным ситуациям. И через такое кропотливое отношение к делу, как через лакмусовую бумажку, просвечивается огромная любовь к своему делу, людям и округу в целом. Отдельное спасибо за то, что мы по инициативе Олега Евгеньевича за прошедшие два года подготовили и экипажи, и спасатели для спусков на воду, на сушу, на катера, что уже один раз пригодилось при проведении спасательных работ. И я думаю, с учетом особенностей транспортных нашего округа труднодоступность и в дальнейшем пригодится еще. Поэтому спасибо Валерию Евгеньевичу лично и коллективу Наримарского объединенного отряда за совместную работу. Специфика нашего региона такова, что практически все поисково-спасательные работы выполняются с помощью авиационной техники. Доблестные летчики фактически вылетают на спасение наших жизней. И именно благодаря слаженной работе спасателей и пилотов авиаотряда поиск человека в тундре или тушение пожара становится реальным и осуществимым. За последний год было более 10 вылетов вертолета. И проводились такие работы, как аэровизуальный поиск, эвакуация пострадавших, мониторинг ледовой обстановки, тушение лесных пожаров. Был интересный случай эвакуации пострадавшего с корабля в Варенцевом море. Несомненно, важнейшую роль авиационный транспорт играет в транспортной системе округа. С помощью авиации Наримар связан со всеми населенными пунктами округа и практически со всеми регионами России. И то, какую работу выполняют сотрудники авиаотряда совместно с сотрудниками поисково-спасательной службы и МЧС Ненинского округа по спасению наших жизней, нельзя переоценить. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Продолжение следует...